Если в Плёсе проводится льняная палитра, то в Вичуге есть своя театральная. Третий раз в стенах Вичугского культурного центра проводится Всероссийский фестиваль сельских самодеятельных коллективов. Театральные встречи в провинции пройдут с 5 по 9 сентября. В небольшой городок приехали коллективы из 13 регионов нашей страны. К нам приехали гости из различных регионов Российской Федерации. Самые дальние это Мурманск, Архангельск, Чувашия, Республика Мариэл. Это еще раз говорит о том, что актеры будут не только свои постановочные программы представлять, но и принимать участие в мастер-классах, в творческих дискуссиях. И, конечно же, обмен мнениями поможет в оттачивании мастерства наших самодеятельных театральных коллективов и в изучении опыта друг друга. В названиях театральных студий фигурируют такие слова, как «любительский», «народный». Но это вовсе не означает, что по сравнению с профессиональными коллективами уровень спектаклей будет ниже. В народных коллективах бывает желание прийти туда не просто ради денег, как в профессиональных, или ради каких-то своих дивидендов, а именно от души, от желания творить. И поэтому народные коллективы, и народные артисты, и спектакли, которые бывают, бывают очень интересные. И поэтому не надо делить, что это самодеятельность или это все-таки профессионально. Члены жюри обсудят фестивальные постановки с руководителями коллективов и определят победителей в номинациях. Лучший спектакль, лучшая режиссерская работа, лучшая мужская и женская роли. Но организаторы уверяют, что фестивалю не будет присущ дух соревнования. Это не надо воспринимать как какой-то конкурс, для того, чтобы мы посмотрели, кто главный, кто лучше, кто хуже. Здесь все равноценны, потому что здесь для людей, которые приходят в зрительный зал, это новые какие-то эмоции, новые взгляды, новые возможности посмотреть то, что происходит в нашей большой, в общем-то, стране, в других регионах. В течение пяти театральных дней жители Ивановской области смогут посмотреть 15 спектаклей. Они рассчитаны на разную аудиторию. Есть постановки как для детей, так и для взрослых. Некоторые самодеятельные коллективы привезли даже кукольные спектакли. Их покажут не только в Вичуге, но еще в двух городах – Приволжске и Кинишме.